Вот такие путешествия мы совершаем совместно с нашими рубриками. И действительно, зима закончилась, есть уже осознание, она была долгой, снежной, сейчас уже теплые дни наступили, и мы, конечно, не скрываем своей радости и пребываем очень много на солнце в этот момент, чтобы насладиться теплом весенним. Но не всегда солнечные лучи становятся благополучными, так сказать, что ли, чрезмерными. Смотри, Карин, у меня есть статистика, давай вот так вот будем говорить. И статистика показывает, что именно в мае, друзья, наблюдается больше всего обращений в медучреждения по поводу солнечных ожогов. Удивительно, но факт. Как защититься от ожогов и в какое время лучше не выходить под прямые солнечные лучи, мы сегодня спросим у косметолога. С нами на связи Юлия Блохина. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Юлия, расскажите нам, пожалуйста, почему уже весной стоит задуматься о безопасности кожи, ведь солнышко еще не такое палящее. В мае, видимо, мы очень активно начинаем радоваться первым лучам. И, как показывает практика, вы правы, чаще всего люди обращаются с первыми ожогами. На самом деле ультрафиолетовый индекс очень быстро растет вверх, и уже сейчас на майских праздниках он был больше, чем 5, это достаточно высоко. Это может травмировать кожу. Поэтому необходимо помнить о том, что в первую очередь мы должны защищаться от солнца, а не потом уже лечить те последствия, которые приобрели. И не забываем о том, что есть безопасные часы до 11 утра и после 4 часов вечера, в которые солнечный индекс уже начинает снижаться, либо еще не доросли того критичного, который может вызвать солнечный ожог. Мы готовы защититься от солнца, но у нас вопрос. Как правильно выбирать средства защиты от солнечных ожогов? Мы должны защититься от двух типов лучей, от ультрафиолета А и ультрафиолета Б. Больше мы боимся ультрафиолета А. Это те длинные лучи, которые, собственно, и вызывают повреждение кожи. Поэтому, когда выбираем себе солнцезащитное средство, мы обращаем внимание на то, чтобы там были написаны оба этих фильтра. УВА, УВБ или ПИПД аббревиатура, которая будет защищать как раз от длинных лучей. Лучше, чтобы средство было максимального фактора защиты. Это 50. Это будет говорить о том, что мы можем достаточно редко его наносить повторно. Фильтры будут выгорать примерно за 2 часа. Соответственно, у нас с вами будет возможность 2 часа провести на солнце достаточно безопасно. И, естественно, лучше выбирать те средства, которые являются гипоаллергенами. И лучше в виде кремов. Они будут более плотно ложиться и более равномерно защищать вашу кожу. А что делать, если человек не соблюдал вот эти рекомендации и уже получил ожог? И как ему вот понять в этот самый момент, самостоятельно он может справиться с этим, используя какой-то крем или мазь? Или уже стоит обратиться к специалисту? Первые признаки ожога – это краснота, боль, припухлость или отёк кожи. И уже в более серьёзных случаях – это волдыри и нарушение общего самочувствия. Если ожог лёгкой степени – это только краснота, припухлость, мы можем обратиться к аптечным средствам вроде пантенола, депантенола, бепантена или каких-то пантенол, содержащих средств. Причём в максимально лёгкой форме. То есть в лучшем случае это либо аэрозоли, либо геля. Если же на коже появились пузыри, ни в коем случае не надо срывать покрышку, ни в коем случае их надо травмировать. Максимум, что сделать – уйти из солнышка, приложить холодный компресс, либо не трогать вообще покрышку пузыря и обратиться уже за помощью к специалисту. Ну и в самых тяжёлых ситуациях, когда нарушается общее самочувствие, тошнота, потеря сознания, головокружение, лучше не вызвать скорую помощь и уже не рассчитывать на то, что мы должны самостоятельно справляться с такими состояниями. Не забывайте о том, что кожа воспалённая и травмированная, и дополнительно раздражать её ничем нельзя. Поэтому те мифы, которые мы привыкли слышать от бабушек – сметана, кефир и какие-то другие нестерильные средства, лучше на повреждённую кожу не наносить. Вот, хочется как раз-таки об этом поговорить. То есть если ты обгорел и экстренно нужно что-то приложить, неужели простокваши и сметаны уже не актуальны? Ну, к сожалению, нет. Видимо, это использовалось как вариант холодного компресса. Все достаточно жирные средства будут углублять отёк и углублять ожог, поэтому ни в коем случае нестерильные средства типа сметаны и кефира прикладывать не стоит, будет хуже гораздо. Юля, и последний вопрос очень быстро, очень коротко, потому что эфирное время наше подходит к концу. Почему одни люди хорошо загорают, а у других людей не получается быстро и красиво загореть? Как правило, это зависит от типа кожи. У нас есть разные фототипы. Кто-то более белый, у кого-то больше родина каких-то пятен на коже, кто-то чуть более тёмный. И, соответственно, это только вопрос генетики и того, насколько много мелноцитов, то есть пигментных клеток в коже. Ну, передам людям, что с генетикой не поспоришь, придётся загорать целый месяц. Юрий, мы вас благодарим за такие рекомендации. Надеемся, что наши телезрители теперь не доведут и не запустят до ожогов. Мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи была косметолог Юлия Блохина. Ну вот, мы уже подготовили людей ещё и к хорошему, правильному загару. А ещё мы готовы передать слово прямо сейчас нашей информационной редакции «Время новостей» и ведущему Ивану Уткину. Уткину. Музыка. Музыка.